Играют за Эмми, насколько я знаю. Посмотрим противостояние маленьких двух девочек, маленьких у Клоли. А какая из них окажется более няшной? Кон начинает, открывает у нас первый кис. Эдши очень хорошо играет за Эмми. Весь спам, поэтому, в принципе, этот матч он должен знать. Мне кажется, подлагивает у ребят, потому что то, что я вижу даже на экране. То есть локцовом, он включает, такие залипания. Тем временем, фон забирает первый раунд. Вот так вот, неожиданно. Опять фон угадывает, отстепливает удар и наносит первый на матч его в этом раунде. Эдш делает оттяк и начинается трессинг. Своими очень много таких у Автоги, которые зелененькие, они гикают три уровня. То есть они средние, высокие и нижние удары, они отбивают. И после этого еще можно продолжать атаку. Эдш опять не имеет преимущества по хп, но возможно сейчас сравняется. Вот эту пол в ногу комба. Эдш набирает полную розы. То есть, когда Эмми делает четыре розы в хит, она становится очень сильная. У нее меняются комбы, у нее появляется очень хороший дамаг. И поэтому задача каждого игрока за имя, вот прежде всего, выстроить игру так, чтобы можно было, как можно цветнуть и быстрее набрать. У нее есть еще белая роза, но там не так. Как бы и хуже набирается. Тем временем Эдш получает преимущество. Отлично пресет. Бросочек. Так, и бросочек становится победным. Значит выходит вперед. 2-1 по раундам. Позиционная игра. Эдш отстепливает и наказывает. Комба. Вот у Эмми, вот она появляется. Комба с розочками. Вот она, вот она, вот эта с синей сиякой. Без розочек у нее этой комбы нет. Захват рывет фон. Делает лаунжер. А у фона тоже роза уже есть. Что это такое-то? Я смотрю, тоже комбу такую сделал. Домочок. У анблоку, в этот анблоку его можно обходить на реакцию. Но это без привычки как-то не получается. Потому что когда ты его видишь, уже поздно. Первый бой за Эджем. Ну вот о чем я говорю. Более поставленная игра дает свои результаты. Хотя фон первый раунд взял и навязал какую-то борьбу. В принципе, достойно. 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 Второй бой, я не думаю, что будут сюрпризы. Конечно, нет. Опять зеркалочка у нас. Две девочки с зубочистками. Поменялись противники местами. Теперь Эдж у нас вправо. Угадывает Эдж, отстепливает, наказывает. О, а почему наказание не было? Нижний тычок и просто назад пошел клон. А если садишься на наказывать, там можно очень хорошо наказать. Вот здесь можно. Есть. Так. Продолжается у нас. Достаточно равная борьба, пока мы наблюдаем. Нижний удар. Эдж комбит. Еще плюс 1 розового копилки. Все ближе к дамочку. Заблочил. Отлично. Наказал. Хорошо. Бросок. И уже желтым. Желтым горит уже. КП фона. Близко. Один миксов, грубо говоря. Но фон не сдается. Времени-то мало. Так. Нет. Эдж очки тут. Рвется бросок. Ай-яй-яй-яй-яй. Может. Куда-то пошел и откушал контр-хит эти удары. То есть там контр-хит тамба получилось. А мог забрать. Прямо близко. Очень достойно. Сражался. Ну. Сможете во втором раунде что-то сделать. Наказание нету. Возможно это и нактание. В онлайне не все так просто. Бывает приходится жертвовать дамагом в угоду тому, чтобы просто хотя бы поменять инициативу. Ой. Задний бросок от стенки получается. Рандом CE пытался засунуть фон. Но не получилось. Эдж перебил. Эдж наказывает. Накажет ли фон. Наказал. Позиционная борьба. Эдж хотел полезть, но откушал очень вкусный тычок в пузо. Дважды подряд лоу мид. Который не блочится на реакцию. Его можно только угадать. А где наказание? Ай-яй-яй-яй. Могут наверное тут и с ринг-аутить фон. Если бы подбежал и какой-нибудь лаунчер засунул. Потому что Эдж там тыкал куда-то в воздух. Эджа прощать нельзя. Потому что сам он тоже не прощается. Ох. А это был паниш. Два удара там гарантия. А дальше.